здравствуйте друзья вопрос михаил здравствуйте я из казахстана сейчас живу в москве получил образование в москве айти и отработал в helpdesk ну некой компании не будем называть три года пришлось к сожалению оттуда уйти недавно нашел работу в иностранной компании в другой иностранной компании на позицию там дежурный администратор там где отработал всего три дня и не совсем понравилась атмосфера в коллективе это был сигнал тонкий а именно один случай когда младший администратор неправильно составил письмо о недоступности сервиса там что такое руководитель подошел к нему публично унизил перед всем коллективом и извините сказал что он тут слово неприличное ну типа дятел такой в общем но неприличное я услышав это конечно же не обрадовался а чего действительно что за радость потому как не привык чтоб руководитель так разговаривал с подчиненными слышь свет такое как швейцарии вырос где-то прям ощущение да ну бывает спросил у коллег часто ли так бывает и они ответили что это в общем то в порядке вещей компанька шина странная но она же где находится после этого я спустя пару часов попросил руководителя поговорить со мной тет-а-тет это по-французски и деликатно сказал что для меня такие условия труда непривычны я хотел бы уйти он начал меня уговаривать остаться но я решил что раз уж решил уйти то надо уходить мой вопрос том как бы вы я получается да как бы вы поступили в подобные ситуации важно ли смотреть на атмосферу в новом коллективе или лучше просто терпеть и привыкать заранее спасибо то светлана будешь говорить что-то что говорит но как то что ты думаешь что света кардинально решает обыграть валить надо и все но давай так это я обобщу твой совет спать пасти валить надо значит я бы сказал так понятно что парень наверное молодой да то есть он всего три года после института и работал в нормальном месте понимаешь где он такого не наблюдал один повезло и вот и снова повезло не повезло дочь вопрос чем и не знаем далеко живем мы не очень знаем но вопрос в том что вопрос то что он может реально себе позволить понимаешь если ты можешь себе позволить уйти из этого места и прийти в другое нормально это один разговор если ты уйдешь из этого придешь точно такую же если ты пойдешь что разных мест и 90 из них такие же12 то тогда получается что либо как света говорить если так уж прям не в моготу либо уже работать и не обращать внимание вот ну даже не знаю что и сказать да но с другой стороны человек смотрит наш канал правильно то есть наверное где-то у него присутствует какая какая-то иммиграционная мысль в голове правда иначе бы че он достал смотреть ну правда есть люди которые говорят что они просто смотрят вот некоторым нравится как мы в ресторанах питаемся и тоже погода климат там океан тоже есть вот вчера мы с ребятами разговаривать вот мы смотрим в основном вот это ну ну хорошо всей семьей там с детьми смотрят как мы в ресторане кушаем ну хорошо значит серьезно что получается значит парень молодой и ему нужно научиться жить в том реальном мире в котором он находится нет ему нужно сначала определиться что с чем определиться с этим реальным миром сказать так вот это реальный мир да в нем есть вот такие отношения и скорее всего и даже больше чем нормально соль стоп подожди секунду меня устраивает этот мир и хочу ли я дальше в нем жить тогда мне нужно вырабатывать толстокожие светик послушали дело в том что у него столкновение с реальным миром произошло вот на уровне 50 на 50 он работали в двух компаниях в одной компании этого не было а в другой компании и то есть вопрос реальный мир не не тот который он увидел вот уже увидел и прощупал а реальный мир в том смысле что может быть есть в москве не знаю там тысячи компаний где он мог бы работать из этих тысячи может быть там 950 вот такие же как это но но понимаешь что дальше мы выбираемся более общий вопрос да что для стран российского вот прост роста интересного советского правда очень характерно унижение людей то есть это норма это не исключение это норм самое это обществе в целом на практике но соответственно работа является отражением конечно точек проводит большую часть времени конечно ну вот и конечно начальники часто унижают и конечно не наезжает публично это идёт можно говорить еще раз на эту тему это идет со школ Когда вырастают дети, которых обижали, которые, дорвавшись до какой-то позиции, начинают унижать. То есть ты считаешь, что просто ему повезло, что он три года проработал и этого не видел? Ему повезло, были нормальные люди, да. И дальше он молодой еще очень, понимаешь, но он будет с этим сталкиваться и будет думать, надо же как. Вот ему, наверное, повезло, он в школе с этим не сталкивался, он в институте с этим не сталкивался. Ему просто по жизни везло. Ну и дай бог, чтобы ему везло, он может сказать, вот я буду искать такие места, да, вот я хочу здесь жить, чтобы мне и дальше так везло. Ну он же может сказать себе, ну в конце концов, давай искать другую контору, где такого нет. Конечно, конечно, да. Но в этом смысле он должен просто сказать, да, я понимаю, что такое общество построено на унижении, да. То есть вот это такой основополагающий принцип, это унижение других людей. Но ты знаешь, что, Света, все-таки я тебе скажу, при том, что ты как бы обобщая, да, я с тобой согласен, когда ты обобщаешь, но IT все-таки это островок некоторый. Все-таки там работают образованные люди, все-таки там люди гораздо более самодостаточные, понимаешь, они не борются за выживание, за кусок, за пайку, которую под одеялом сожрать можно, понимаешь. Да, конечно, да. То есть отобранный контингент немножко. IT всегда было, и вот то, что мы с ребятами общаемся и так далее, и у меня ощущение такое, что и сейчас. Это очень такое special place, понимаешь, где вероятность нарваться на вот это самое, на это вот, гораздо ниже, чем, допустим, в магазине или где-нибудь там на конвейере, там, или где-нибудь в коле. Ты все говоришь правильно, и IT может быть такая более привилегированная сфера, да, где-нибудь все где-то меньше, но просто надо понимать, что да, вот это есть, и дальше ты вырабатываешь себе свое отношение к тому, что есть. Больше его или менее. Тебя может повезти, а может не повезти. Мы же не можем так давать зарегулировать. Я еще знаю, что думаю. Вот парень работает в каком-то дейте-центре, так? Если бы он работал, например, в software development компании, где разработка идет, может быть, там были бы другие отношения. Мы же не знаем, может быть, там детально. Мое такое рассуждение, потому что все-таки, когда у тебя эксплуатация какая-то такая идет, и люди на эксплуатации, ну, как завод, цех такой, фактически, IT-шный цех, это одно. Когда речь, когда у тебя вокруг разработчики, когда ты зависишь от, ну, как сказать, от талантов, от настроения там и так далее, ты просто не можешь себе этого позволить. Мне кажется, что именно в software development компаниях там другие отношения. Ну, понимаешь, ты начинаешь вот так, а попробуй, молодой человек, найди нишку такую, где тебя не будут обижать. Ну, можно, конечно, пытаться, но просто в целом я бы сказала так, что человек живет в обществе, да, и он должен с этими рамками этого общества каким-то образом себя создать. Поэтому должен себя спросить, вот, в этом обществе где-то в каком-то, в какой-то индустрии этого больше, в какой-то меньшее, но в целом я могу с этим милиться, или мне это совсем уже вот какой-то горле. И он выработал вот такое свое отношение, он тогда сам прекрасненько найдет ответ на вопрос. Если он скажет, ну, да, в обществе это есть, я молодой еще, я достаточно гибкий, я могу к этому привыкнуть, значит, он будет искать то место, где этого может быть меньше, и там, главное, не оказывает такое влияние на него лично. Если он скажет, нет, ну, в этом обществе вообще уже невозможно находиться, потому что это кругом и плет из всех щелей, то тогда уже нужно дома другие пойти. Кстати, к вопросу в иностранных компаниях, наверное, все-таки иностранные компании могут быть таким мостиком, через который можно оттуда сюда уехать, или каким-то образом. Не все, наверное. Ты имеешь в виду, там, по визе L? Ну, по визе L, да, и некоторые компании, они делают эти вещи, не все, конечно. Ну, иммиграционный аспект не присутствовал в вопросе никак. Нет, нет, абсолютно. Ну, просто если, например, человек говорит, да, в этой компании омерзительно работает, но зато, зато у меня появляется здесь человек хочет, если он себе поставил такую метку. Но зато я могу там через какое-то время через эту компанию более, как сказать, менее травматично переехать куда-то, да, то тогда, как бы, я буду терпеть, да? Знаешь, Лед, я тебе напомню историю одну, не называя имен, значит, где-то это было году в 2000-м, вот так, через знакомых приходят к нам ребята, ну, средних лет, муж и жена. Да, двое детей из Израиля они, ну, они наши соотечественники изначально, вот, то есть русскоязычный народ, значит, приехали из Израиля по рабочей визе они, и они вот в этой своей компании израильской, и тут у них какой-то начальник израильский, и он свои, значит, какие-то закидоны, ну, как-то вот, грубо говоря, глумился над людьми, в частности, вот над этими двумя, они там муж и жена, и он, и он чувствовал, себя, как бы, безнаказанным, и кому не нравится, пусть обратно уезжает, вот такого плана был чувачок, ну, и какие-то были общие знакомые, они нас, там, свели, и мы им сделали, обоим, да, и муж и жена, мы сделали им две рабочие визы, и они у нас, собственно, даже почти не работали, может быть, там два-три месяца, их тут же разобрали с нашей подачи в какие-то очень большие организации, я их там не хочу называть, но очень известные, их все знают, и они так вот разошлись, и вот тот мужичок, который там остался, начальник, он все никак не мог в себя прийти, и самое главное, что остальные люди, которые там работали, вдруг поняли тоже, что не обязательно терпеть начальника, то есть надо, как бы, исследовать, так сказать, окружающую среду, но они, конечно, оба уже были довольно опытными, матерыми, такими специалистами хорошими, то есть они расходились на раз, понимаешь, их разбирали в секунду, вот, поэтому это, конечно, тоже большая важная вещь в жизни, то есть быть классным специалистом, который всюду нужен, тогда ты можешь ставить свои условия, и по зарплате, и по обстановке, там, и по всем остальным делам, пока ты маленький такой, вот, ты просто ищешь среду, которая более, тебе, так сказать, комфортная, да, во все время английские слова лезут, я их не пускаю, а как-то вот, да, так что вот, наверное, мы на этой веселой ноте и расстанемся, да, а так, если что, значит, знаете, как хочется, как в частушке там, эмигрируй бабка, эмигрируй любка, эмигрируй ты моя сизая колубка, вот, может быть, вам действительно куда-нибудь уехать, хотя, как мы с вами видим из вот этой истории, бывает, что и в эмиграцию попадешь, а с таким же козлом имеешь дело, вот, ну, правда, это уже больше как аномалия, а не как норма, счастливо!